Украинская тема Некоммерческого культурно-просветительского фонда Союз украинцев Сибири То есть это представитель Такой украинской диаспоры Новосибирской Можно даже сказать так Человек, которому События на Украине Это близкие И Я бы сказал, как любому россиянину Более может быть близкие Да Дело в том, что Произошли Такие события Неординарные Это середа убийств В череде которой произошло Убийство Украинского писателя Известного политолога Олеси Бузины Нам бы хотелось Поговорить на эту тему Потому что видение Взглядов Бузины И его место В украинской политике И В свете Информационных Каналов И так далее В общем Это место Видится по-разному Я думаю Может быть Я скажу Вкратце Своё отношение Для начала Я считаю Олеси Бузина Это Совесть Украины Это Человек Который Неоднократно Самая главная Его задача Была призвать К здравомыслию Всех людей Которые Потеряли Здравый Смысл Это Был человек Объективно Мыслящий Это Был настоящий Патриот Украины Потому что Он выступал Всегда за Единство Государств С ним Были Не согласны Скажем Некоторые Российские Патриоты Он Всегда Подчеркивал Что он Выступает За единство Украины Но Правда За федеративную Федеративную Организацию Но Что я считаю И является Наиболее Здравым Решением На сегодняшний День Это Всегда Я об этом говорил И Мы в ваших Дискуссиях Об этом говорили В общем Не знаю Для кого Как Для меня Лично Потеря Этого Человека Это Большой Удар Потому что Я видел В нем Именно Ту Украину Которую Хотелось Бы Видеть Ваше Видение Ну Не скажу Честно Не скажу Что я Был Поклонником Бузины Но Не быть Его Поклонником И Желать Ему Такого Сами Сами Понимаете Разница Огромная Потому что Это Убийство Оно Больше Осложнило Ситуацию Чем Ее Якобы Разрядило Тем более Череда Вот таких Убийств Тем более Кто-то Ссылается На Украинскую Повстанческую Армию Которая Была Расформирована В 1952 Году Да В 1952 Году Она была Расформирована А сейчас Якобы На нее Ссылаются Кто Это Я Понятия Не Имею Но Факт То Что Кому-то Очень Очень Хочется Дестабилизировать Ситуацию На Украине Да Куда Уж Там Больше Дестабилизировать Так вот Именно Куда Больше Но Оказывается Еще Куда Больше И Сейчас Вот Это Убийство Я Говорю Даже Все В шоке Абсолютно Все В шоке Потому Что Не Спрашивай По Кому Звонит Колокол Он Звонит По Тебе Потому Что У меня Допустим Когда Вышла Статья Еще Весной В НГС Новосибирск И там Фашистов Везде Хватает Новосибирск Их нет Ну Такая Была Статья Потом Я Заходил В интернет И Какая-то В кавычках Добрая душа Разместила Уже Мой Уже Домашний Адрес А когда В Новосибирске Это Евгения Помните Когда Разрисовали Вот Это Вот Разрисовали Памятники Эти Мальчишки Бедокуры Натворили Господи Собрался Казачий Круг Какой-то У нас Так называемый Новосибирский Говорит Давайте Мочить Хохлов Как они Мочат Наши В Киеве То есть Шашками Да Тут Понимаешь Шашками Помахать Будем так Говорить Порубать И все Мне отцу Позвонят У меня Отец Все-таки Полковник В отставке Там Поаккуратнее Сергей Вот так Ну ладно Тут Разговор Об Неадекватных Управлениях Он конечно Имеет смысл И вот это Вот череда Тема отдельно Я считаю Что это Мы Сегодня Я предложил Тему Именно Алисе Бузины И поговорить О том Можно поговорить О том Даже Кто его убил Я могу Высказать Свои предположения Такие Вот Объективно Это Две Только Версии Как бы ни Светило Это Первая В которую Я не очень Верю Это то Что официально Сейчас Везде Звучит По российским Каналам Что это Заказа Значит Властей Украины Значит Что он им Был неудобен И так далее Ну да Он им был Давно Неудобен Но Я в эту Версию Я ей Не доверяю Она Слишком Как-то Проста Она Слишком Но быть Неудобным И Из-за Это Убивать Многим Неудобные Люди Ну У меня Другая Складывается Картина Мне кажется Она более Вероятна Хотя Она более Расплывчата И Может быть Кому-то Будет Непонятно Дело в том Что на Украине Сейчас Существуют Силы Которые Терроризируют Население И Держат Под определенным Страхом На основе Некоторых Идей И Они По-видимому Берут На себя Сегодня Функцию Карательных Батальонов Таких Выгодно Это Власти Или Не Выгодно Ну Так как Они Действительно Действуют Сейчас С некоторой Выгодой Для власти Возможно Они так Считают Считают И прогнутся Лишний раз Может быть Они имеют Какие-то Связи С какими-то Органами Внутри Дел Потому что Никто их Никогда Искать Не будут Это все Понимают Но Вот Это Махновщина Зачем И И Даже Не Махновщина Ну Это Явный Фейк Чей-то Чей Непонятно Чей Для того Чтобы Скинуть Вот Это И Создать Определенный Образ Какого-то Вот Ищите Там Где Ничего Нет Скажем Так Ну Это Ладно Я Говорю Что УПА Это Или Не УПА Но Есть Определенные Силы Которые Уже Присытившись Крови Не Остановятся Ни Причем И Они Могут Не Согласовывать Свои Действия С Властями Вот Что Я Хочу Сказать Они Просто Действуют В рамках Своего Понимания Политической Ситуации Вот И Сегодня То Что Там Ладно Там УПА Не УПА Но То Что Там Раскопали Что Где-то Там Раскопали Этот Сайт За Рубежом В Канаде Открытый Где Распечатывают Лица Неугодных Которые Должны Подвергнуть Ликвидации Ну Это Может Расстрельные Списки Ну Это Может Быть Это Ничего Тут Необычного Нет Мое Видение Такое Мне Кажется Что Это Силы Которые Действуют Уже Параллельно Властной Структуре Есть Еще Одна Версия Что Есть Лица Есть Люди Которым Нужна Дестабилизация Куда Нутри России Есть Такая Версия Предлагаю Сейчас На Украине Говорят Опять Это Пришли Ребята И Организовали Это Убийство Для того Чтобы Обвинить Власти Украины Да Конечно Не ФСБ Не Обязательно Там Про ФСБ Это Из той же Сами Расстрелялись И так Далее Это Из той же Организации Дело В том Что Очень Много Такого Что Порой Нас Не Вкладывает В голове Когда Мы Узнали Что Договор Между Советским Союзом И Германией О Ненападении Там Еще В этом Договоре Были Еще И Определенные Секретные Пункты Правильно Ну Что Является Абсолютно Современной Дезинформацией Я Раздел Раздел Польши Был Все Таки Да Это Не Раздел Польши А Просто Разделение Сфер Влияния Ничего Там Секретного Не Было Вот В этом Разделе Польши Просто Раньше Мы Думали Что Это Наши Зашли Официально Явно Что Наши Войска Оттуда Оттуда А То Что Потом Придумали Эти Секретные Протоколы Это Сегодня Все Доказали Что Это Тоже Фейк Да Но Тем Не Менее Нам Долгое Время Говорили Что Якобы Наши Войска Оттуда Вошли Правильно И Все То Есть Про Договоры Про Линию Разграничения Что Брест А Что Там Было Неправильно Нет Правильно Было Все Правильно Но Мы Узнали Об Этому Когда Правильно Ну Ладно Я Уже В 90 Годах Узнали Если Конец В конце 80 Есть Еще Одна Причина Абсурдности Этой Версии Я Просто Выскажу Олеся Бузина Для Российских Для Россиян Здравомыслящих Он Был Вот Понимаете Он Очень Много Выступал На Российском Телевидении И Вы Думаете Что Каждому Патриоту Супер Патриоту России Он Нравился Нет Он Многим Не Нравился Потому Что Он Конкретно Выступал За Как Всегда Подчеркивал Он Всегда Это Говорил Он Для Тех Людей Которые Взяли Себе В голову Убили Что Украина Это Не Государство Украинский Народ Это Никакой Ни Народ Понимаете Не Нормально Нормально Ити На Разговор На Обсуждение На Диалог Что То Взвешивать За Против И Так Далее Вот Понимаете Не Обязательно Кулаками Махать И Брян С И Это Брян Да И Это Было Абсолютно Вот В той Политике Которые Проводят Сегодня Нравится Это Кому То Или Нравится Правительство Путина По Отношению Украины Они Не Считают Украину Как Бо Там Не Говорили Что Российские Войска Там Боют Ну Вот В этом Отношении Там Воюют Ну Это Вы Так Можете Считать Ваше Дело Но Олег Сузина Был Очень Как В той Строчке На Которые Мы Можем Еще Войти И Войдем В Соприкосновение Дело Не Умремя Диалога Диалога Да Может Это Вот Глядя На него Я В свое Время Задумался Я Увидел Где-то Года Полтора Назад Или Год Назад Не Помню Первый Раз Раньше Я Можем Знаем Мы Проводили Несколько Исторических Таких Дискуссий Мы Копаем Из Глубины Мы Стараемся Оттуда Достать Причину Наследственные Связи Как-то Выяснить Иногда Порой Сплывается Именно Там Именно В глубине Именно В глубине Историки Вот Мое Лично Такое Мнение Что Говорить О том Что Украинского Народа Нет И украинского Государства Нет Это Ну Нельзя Так Говорить Это Провокация Это Конфронтация Это Провокация Конфронтация Почему Почему Может Быть Меня Кто-то Там Из Супер Патриотов Осудят Мне Все Равно Значит Почему Вот Этот Народ Который Вырос Вот Из Глубины Истории Так же Как И Русский Народ Из Этой Глубины Истории Вырос Вот В Этих Вот Именно Вот На Этой Территории Ему Досталась Определенная Трагическая Судьба Он Всегда Находился На Стыке Глобальных Столкновений Интересов И Интересов То есть Это Поступившая Степная Цивилизация Со Своими Захватническими Хищническими Функциями Это Западная Цивилизация Которая Поступала В виде Польши В виде Речи Посполитой И так Далее Это И Российское Вот Это Московское Государство Которое Ну Как бы Нам Не Казалось Патриотом России Вот Супер Такое Справедливое И так Далее Нет Это Было Государство Ничем Особо Не Отличающееся От Других Может быть Вероисповедание Вероисповедание Значит Есть Все-таки В православном Христианстве Особенные Черты Которые Отличают Наш Народ Каждый Народ Волен Так Думать О себе Вот Ну И Не Всегда Ж Эта Территория Была Вот С Русскими Был Определенный Большой Большой Исторический Провал Когда Этот Народ Действительно Был Не То Что Совсем Обособлен Он Не Был Полностью Обособлен Культурные Связи На Православно Духовном Уровне Были Колоссальные Но Он В этой Борьбе Между Этими Различными Функциями Вот Этот Народ Он Вырос Он Защитил Себя Он Показал Что Он Есть Он Боролся За Своё Существование Это В этом Даже Нет Никаких Сомнений То Есть Он Образовался Как Народ Вот Какое Потом В себе Присходило Как Нация Да Ведь По Истории Ну Нация Нация Образуется Уже С Территорией И Вот Что Была Трагедия Вот В этом У Этого Народа Что Он Всегда Бился За Свою Территорию Он Бился Вынужден Был Биться Потому Что Для Каждого Украинца Слово Родная Земля Родная Хата Оно Стало Просто Святым Он Просто Бился И Для Него Потеря Какого То По Украински Это Батьковщина Потеря Вот Вот Именно Вот Земли Какой-то Территории Это Была Кровавая Обида И За Которую Они Собирались Опять Воевали И так Далее Вот Это Именно Психологический Момент Который Находится Внутри Того Что Мы Сегодня Видим Колоссальная Обида Некоторого Населения На То Что Вот Произошло Я Сейчас Не Берусь Говорить Что Произошло Мы Уже Обсуждали И Может быть Еще Обсудим Но Вот Я Возвращаясь В Холесье Гузине Я Увидел В нем Вот Это То То Есть Он Колоссально Любил Свой Народ Колоссально Он Не Хотел Свою Нацию Потому Что Украина Получила Государственность Это Действительно Стало Нацией Я Все Таки За То Что У нас Нация Едина Три Едино Это Русские Украинцы Беларусы Это Три В нашем Суперэтности Есть Суперэтносы Есть Украинцы Есть Русские Там Есть Беларусы Это Суперэтносы И Принадлежащие Единой Какой-то Большой Суперэтносу Вот Но Нация Это Тот Народ Который Получил Государственность С своей Территории То Можно Говорить Что Украинцы Сегодня Нация Можно Говорить И В этом Скрывать Об этом Ничего Нельзя Вот Вот Это Вот Я Как-то Осмысл Для себя Вот Именно Глядя На Выступление Олеси Бузины И Трагичность Нашей Сегодня Ситуации О том Что Украина Столкнулась В колоссальной Гражданской Войне А Бузина Тоже Это Всегда Подчеркнул Что На Украине Идет Гражданская Война Одна Часть Населения Не Поняла Совершенно Другую Часть Населения Вот И Это Была Колоссальная Трагедия Для Олеси И Он Сказал Что Я Не Уйду Со Своей Земли Как бы Мне Не Было Не Опасно Как Бо Я Не Понимал Что Мне Угрожает Опасность Я Свою Землю Не Брошу Никогда Не Подниму Оружие Ни На Другого Потому Что Для Меня Одинаково Все Это Вот Идея Олеси Бузины Они Просто Должны Быть Написаны Кровью Сегодня На Вот На Листке Той Будущей Нашей Жизни Которая Я Надеюсь Между Нашими Народами Будет Продолжаться Вот Что Не Должны Братья Убивать Братья Вот В чем Я Еще Тогда Говорю Наш В чем Вот Вот В Чего Он Говорил И Это Самое Всегда Выступал На Эту Тему И Всегда Подчеркивал В То же Время У Олеся Были Определенные Мысли Которые Были Колоссально Неудобны Для Сегодняшней Украинской Власти Почему Потому Что Я Еще Год Назад Вам Говорил Вы Не Верили И От Сбрасывали Себе Эту Мы Вся Чески Но Сегодня По-моему Это Совершенно Невозможно Отбросить Что Официальная Политика Украины Идет Не идет А уже Вошла В струю Именно Фашистов Ищих Бандеровщина Она Уже Вошла По закону Там Принято Закон Там Все Принято Для того Чтобы Вот Эта Идеология Стала Основополагающей Понимаете И Против Против Этого Протестовал Олесь И Не Просто Протестовал Он Как Филолог По Образованию Он Как Ученый Он Как Историк Тоже Он Великолепно Знал Историку Он Писал Такие Вещи Которые Полностью Опровергают Все Основы Вот Той Идеологии Которую Сегодня Вбивают В голову Тем Украинцам Которые Отходят От России Ну Какие Примерно Законы Евгений Допустим Установление Праздника Всех Этих Ну Что Отмена 9 Мая 8 Мая Они Перенесли Потому Якобы Весь Мир Празднует Все Для Ни Сегодня Это Не Отечественная Война Они Отменяют Сегодня Советскую Символику Даже В орденах И Медалях Ну Неужели Сергей Вот Это Вы Сегодня Будете Отрицать Неужели Уже Вот Спокойно Марширует Ура И Никто И Даже Пальцем Не Трогает Понимаете Все Вот Переворот Уже Произошел Он Да Вот В прошлом Году Это Еще Как-то Отметали Это Может Быть Вы Для Себя Не Принимали Вы Я знаю По характеру Вы Советский Человек Все Да Сегодня Уже Это Не Видеть Невозможно Это Тоже Трагедия Я Все Так Верю Что Подавляющее Большинство Украинского Населения Не Приветствует Всю Эту Вакханалию Но Молодежь Сегодня На Украине Очень Сильно Подвергнута Влиянию Этих Течения Это Печально Это Очень Печально Потому Что Молодежь Перевоспитать Очень Трудно В таком Возрасте Если Они Хватали Таких Идей Ну Я Тогда Вот Рассказывал Евгений Когда Я В 2007 Написал Работу Учет Национального Фактора Государственного Муниципального Управления В 2007 Году Я Уже Предсказывал То Что Будет У нас Сейчас Что Мы Планомерно Шли К данным Событиям Россия И Украина Планомерно К этому Шла Потому Что Народу В В России И На Украине В Украине Если Правиль Да В Украине Воспитывали Друг Другу Какую-то Вот Эту Вот Не знаю Национальное Пренебрежение Потому Что Смеялись Хохотали Одни Хохотали Над Хохлами Другие Хохотали Над Кацапами Вот И Дохохотались А Нельзя Этого Делать Было Еще Тогда Нельзя Этого Было Делать Даже Вот На уровне Вот Этих Вот Юмористов Как Это Все Делается Это Можно Зайти Можно Завтра Уже Как Говорится Уже Все Нормально А Послезавтра У нас Уже И Вполне Нормально Как У нас Тут РНЕ Тут Всякие Ходили И прочее Помните Их Тут Все Все Было Завешено Весь Весь Город Новосибирск Был Завешен Такие Съезды Были Там По Телевизору Их Показывали Как Они Отдавали Честь Все Но Тем Не Все Это Дело Прекратилось И Там Говорит Что Там В Киеве Или Где-то Вот Эти Вот Ребята Которые Вот Маршалруют С факелами Якобы Имеют Какую-то Огромную Силу Ерунда Согласитесь РНЕ И подобные Структуры В нашей Структуры Все-таки Убрали Убрали Конкретным Они Просто Пока Зашли В Их Убрали Вы Хотите Сказать Они Зашли В Подполье Но Они Зашли В Очень Маргинальном Таком Небольшом Количестве Я вас Уверяю Этих Людей У нас Сегодня В стране Да Они Есть Они Играют Определенную Роль В определенном Информационном Пространстве Но К ним Относятся Когда-то И к Гитлеру Относились Довольно Многие Смеялись Я вам Еще раз Говорю Вот Правильно Совершенно верно На Украине Произошло То Что Произошло Когда-то В Германии Сначала К ним Относились Немного Так Слегко Это Самое Потом Они Просто Взяли Власть И Оторвали Голову Тем Кто Им Не Угоден Вот Что Произошло В Германии В 30-е Годы И Сегодня То же Самое Произошло На Украине В России Это Законодательным Уровнем Конкретно Запретили За этим Следят Даже Правый Синтар Запретили Хотя Он Находится На Украине За этим Следят Может Быть В этом Есть Какая-то Историческая Обида Потому Что Иногда Страдают Люди Ну Совершенно Таких Взглядов Далеких От Фашистских Но Они Тоже Страдают Значит Вот Такая Вот Система Подавления Этих Взглядов У нас В государстве Есть 282 Статья Знаменитая Ну Что Там Говорить На Украине Это Было Все Пущено И Не С 90-х Годов Когда В России Там Маршировали Баркашовцы А Раньше Намного В конце 80-х Ну Так же Как В России Пошло Общество Память И так Далее Начало Вот Это Советскому Союзу И Обратите Внимание Вы Все Говорите Что Советский Союз Развалился В этом Вина Всех И так Далее Но Ведь Только Украина Одна Всех Республик Поддержала Развал Советского Союза Своим Референдумом Я не говорю О том Что Украинцы Все Были Против Советского Союза Да Нет Просто Там Уже Настолько Вот Эти Мысли О Назалежности Прозвучали Еще Тогда В начале 90-х Что Там Даже Произошел Референдум Который Отличался Совершенно По-другому От Всех Других Стран Советского 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 В том Числе Украина В том Числе Украина Но Потом Еще До Развала Советского Союза На Украине Произошел Чуть Раньше Референдум О том Что Они Готовы Были Соединиться То есть Там Еще Раз Повели Я Не За Той Я Не С С Украина Там Еще Со Спространением На Какую-то Интеллигенцию Но Они Тоже Подействовали На Умы Людей Ну Вот И Но Их Не Остановили Понимаете Более Того Их Взяла Под Контроль Иностранная Резидентура Различного Образа Их Начали Подпитывать Из-за Рубежа Им Начали Давать Кормежку Там За Бугром Мы Знаем Там Всех Этих Жен Ющенко Там И так Далее Которые Пришли Конкретно Под Эгидой ЦРУ Ну Это Уже Было Все Это Уже Было Все Понятно Какая Сила Предлагается Украине И С этим Простые Люди Честные Ничего Не Смогли Сделать Ничего Многие Не Смогли Сделать А Вот Олесь Бузина Стоял Как Гора Просто Как Гора Он Говорил Я Не Согнусь Я Не Согнусь Он Говорил Перед Этой Шизофренией Извините Меня И Он Говорил О том Что Украинцы Люди Прекрасные И Они Не Виноваты В том Что На Них Надо Спасать Вот О чем Он Говорил Ну Каким Спасал Не Знаю Знали Мы Сегодня Говорим Об Олесе Бузине Может Быть Я Еще Предложу Пару Тезисов Которые Будут Спорные Сейчас Дискуссионные Хотите Да Пожалуйста Нет Мы Собираемся По теме Олеся Бузины Я Говорил Что Я Недавно За ним Начал Совсем Следить Может Год С лишним Назад И Мне Попалась Статья Одна Я Не Знаток Его Как Писателя Но Одну Хорошую Статью Я Прочитал Потому Что Тоже Люблю Уважаю Историю Значит Она Была Посвящена История И Конечно Она Мне Бросилась В Глаза Ко Много Посмотрю А кто Автор Этой Статьи Олеся Бузина Ну Ладно Я Внимательнее Шмот Прочитал Филолог Филолог История Вообще Параллельные Можно Сказать Науки Если Человек Изучает Языковедение Языкознания Значит Он Несомненно Погружается В историю Он Начинает Изучать Откуда Какие Формы Произошли И Мы Знаем Что Есть Много Прекрасных Историков Сделавших Свои Работы На Изучении Исторических Работ Именно Филологов Тот же Самый Академия Лихачев Помните У нас И химики Были Великими Историками У нас Очень Много Я Говорю Именно Филология Академия Лихачев Он Много Сделал В Изучении Древних Источников Манускриптов Вот Вам Все Культурные Люди Особенно Талантливые Всегда Не взирая На то Что Филологи Они Были Химики Они Всегда Я Сколько Их Изучал Они Всегда Изучали Историю Я говорю Как Бисмарк Говорил Дураки Учатся На Собственных Ошибках Я Предпочитаю Учиться На Чужих Почему Он Этим Намекал Что Именно Там В Глубине Истории Находятся Те Ошибки Игра Глупо Вот Давайте Я Продолжу Все Таки Извините Интересную Мысль Я думаю Вы Сейчас Будете Рьяно С ней Спорить Но Вот Именно Бузина Меня Подтолкнул Покопаться В этом Вопросе Вопрос Идет Стоит В этой Замечательной Украинской Вошедшей Во все Украинские Учебники Истории И так Далее Трипольской Культуры Для Каждого Украинца Сегодня Трипольская Культура Это Наше Все Вы Подтверждаете Вот Я Прочитал Критическую Статью Бузины Начал Копаться И Выяснил Для Себя Что Это Действительно Исторический Фейк Сергей Значит Все От Начала До Конца Откуда Создавался Этот Миф О Трипольской Культуре От Начала До Образчики Которые Предлагают Сегодня Украинские Ученые Музеи И так Далее Все Это Фейк Понимаете А почему Хорошо Я Поясню Еще Не Вам Вы Прекрасно Знаете Что Это Такое Исходя Вот Этого Из Этой Легенды О Трипольской Культуре Сегодня В Украинских Учебниках Происходит Вот Такая Вещь На Которые Практически Ну Действительно Смеются Но Я Будь Не Смеялся Глубоко Вычесал Затылки О Что Украина Рассчитывает Свою И Три Тысячи Лет Начало Назад Потом Пять Тысяч Лет Назад Потом Сорок Тысяч Лет Назад И Потом Уже Сто И Двести И Уже За Миллионы Лет Ушло Все Это Началось Именно С Водил На Территорию Украины Свои Изыскания Не В том Что Он Изыскивал Корни Украинского Народа Он Был Славянофил Он Ему Хотелось Отнографию Заним Он Вообще Был Никто По Образованию То Есть Он Был Любитель Такой Истории Он Хотел Повторить Подвиг Этого Кто Там Устро Открыл Шлимана Подвиг Шлимана По Видимому Значит И Раскопал Какие-то Там Горшки На территории Триполя 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 Есть Триполя Раскопал Горшки Тут же Присвоил Им Какую-то Древнюю Характеристику Ну Что В принципе В свое Время В конце 19 Века Это Было На рубеже Веков В начале 20 В конце 19 Там Он Работал Что В принципе Государственные Власти Вот Эти Российские Их Не сильно Не смутило Ну Накопал И накопал Значит Просто Ну Просвоил И присвоил Ну Практически Почти Да Ну Тогда Мы знаем Были Такие Историки Грушевский Который Тут Действительно Подцепил Эту Штуку Брушевский Да Серьезно Значит И они Начали Вот Это Дело Крутить Понимаете Что Там Было Там Нашли Какой-то Череп Там Нашли Какие-то Горшки С Какими-то Росписями И Присвоили Происхождение Там Я Уж Не Помню Сколько Там Трипольская Культура 5000 Лет Назад Что Такое 5000 Лет Назад Они Сказали Посмотрите И Сегодня Во всех Украинских Учебниках Так Как Говорится Там Найтины Артефакты Черепа 5000 Лет Назад Радиоуглеродный Анализ Показывает Достоверность Вот Этого Происхождения Ну Надо Сказать Должное По-моему Там Никто Это И Не Проверял Радиоуглеродный Анализ Если Вы Заглянете В Обыкновенный Справочник Изобрели В конце Сороковых Годов Историческую Он Вошел Ну Дай Бог В 60-м 70-м Вот Такую Вот Понимаете Говорить О том Что Радиоуглеродный Анализ Создал Этот Миф О Трипольской Культуре Говорить Совершенно Смысла Нет Дело В том Что Этот Миф Уже Разросся Вот В этих Рамках Вот Той Вот Формы Которую Предложила Вот Эта Школа Грушевского В свое Время Ведь Грушевский Ну Он Как Поработал На Астровенгерской Власти Созданием Мифа Вот Эта Украинизация Он Потом Перешел Плавненько И К советской Власти Его Так Взяли Он Еще Поработал В советской Школе Историографии Продолжая Развивать Свои Мысли Там Была Совсем Другая Причина Понимаете И Никто Не мешал Вот Это Создавать И Оказывается Вот Вот Весь Миф Вот От Репольской Культуры Это Миф Там Действительно Были Культуры Которые Раскопаны И доказаны Историками Там Черняховская Культура Которая Не присваивает Рыбаков Вы имеете Ввиду Да Это Академик Рыбаков Я Сейчас Пару Слов Еще О нем Скажу И Вам Тоже Может Не Понравится Значит Ну Маленько Но Понимаете У нас Только С вами Прошло Дискуссии Мы же Много Спорили Я же Как-то Это Все В голове Держу И проверяю Черняховской Культуре Там Не присваивает Никто Миллионы Лет Ее Просто Раскопали Знаю Что Это Где-то Третий Четвертый Век Наш Примерно Так Раскопали Какие-то Могиленки Что Это Действительно Историки И археологи Над этим Серьезно Работали То Пеньковская Культура Это Что-то Там Тоже Такое Сколоты Может Быть Я Не Специалист Может Быть Кто-то Из Специалистов Их Оспорить Не знаю Но Трипольская Культура Имеет Вот Такое Именно Происхождение Когда Неадекватный Совершенно Человек Любитель Что-то Там Раскопал Достал И тут Ж Это Подхватили И Стали Это Внедрять Внедрять В школу Вот Историческую Школу И Понимаете И вот Это Стало Наше Все И Вот На Основании Вот Этой Трипольской Культуры Сегодня Разрослись Вот Эти Фейки В Учебниках Истории Украины Понимаешь Я Вот Это Хотел Сказать Сергей Может Вы Что-то Оспорите Ради Бога Я Вам Дам Слово Не Ну Дело То Не В Этому Понимаете Все Таки Ну Конечно От Бузины Сразу Переходить Трипольской Культуре Я Понимаю Что У него Вопрос Ахни Что Филолог Понятно У нас Все У нас Тут Есть У кого У нас Там Библиотека Сгорела Сереж Прочитал Я Тут Небольшую Статью Небольшую Статью Потом Я Уже Это Все Накопал Про Трипольскую Культур Сан Уже Совершенно Независимо Бузины Ну Да Дело В том Что У нас Все Лезут Трипольская Культура И даже Вот Эта Статья Бузины Тоже Требует Определенного Доказательства Я Скажу Только Одно Дело Не в том Что Именно Бузину Убили За Эту Стадию Правильно Конечно Нет То Что Он Развенчивал Якобы Какие Мифы И Прочее Убили Его Я Говорю Все Это Говорят Потому Что Все Были В шоке Для Дестабилизации Вот Говорят Вот Куда Дальше Дестабилизировать И Все Равно Вот Думают Вот Куда И В итоге Кто Тогда Я говорю Когда Меня Извини Меня Тройку Поставили За Мою Дипломную Работу В которой Я предсказывал Нынешние События Что Сказал Что Нельзя Так Дальше Нам Двигаться Меня Просто Тройку Поставили За то Что За Мои Мысли Как Вы Могли Как Вы Могли Как У вас В голове Киевская Ру Чтобы Украина С Россией Воевали Но Тем Не Менее Есть Ну Теперь Донбасс Вот Эти Все Добровольцы Это Все Ну Вообще Абсурдно Как Это Все Звучит Но Тем Не Менее Оно Есть Вот В чем Дело И дело Уже Не В Трипольской Культуре А Дело Уже Вот Именно В Наших Нынешних Событиях Сергей Я Вот Немного С вами Не Соглашусь Вы Говорите Что Это Для Дестабилизации Я Был Еще Раз Подчеркнул Что Это Скорее Всего Не Для Дестабилизации Там Дестабилизировать Уже Ну Можно Только Подливать Масло В Огонь Да Но Там Для Трипольская Культура Вы Считали Что Это Основа Диалога Привел Это Как Один Из Примеров Который Приводит Бузина Который Мне Встретился На моем Пути Я Знаю Что Он Писал Статьи Против Вот Это Восхваление Тараса Шевченко Я Не Специалист Сразу Скажу Я Этому Оценку Свою Давать Не Буду Потому Что Мне В Этому Отношении Судить О Ценности Произведения Тараса Шевченко Это Все Тоже Основа Основ Для Украины Та же Самая Как Трипольская Культура Это То На Чем Зиждется Сегодня Идеология Украины Я Про Это Говорю Вот И Не Только Про Это Он Еще И Против Бандеров Написал Много И Так Далее И Так Далее Я Привел Просто Один Из Примеров Потому Что Мы С Вами Очень Много Любим Говорить Об Истории Нет Но Дело В том Что Не Только На Бандеровщине И Прочее Есть Наша Культура Складывалась Украинская А то Как Только Начинаешь Бандеровщину Были И Другие Огромное Количество Других Героев Которые Защищали Между Прочем Не Только Украину Но И Россию Конечно Нет И Легло Легло Много Украинских Костей И Русских Костей Легло Вот Она Мне Мне Задают А как Он Казался В Фейсбуке Задают Вопрос Как Украинец Казался В Сибири Евгений Как Вы Считаете А то Что Я Объясняю Вы Знаете Что Ермака Были Украинцы Вы Знаете Что Украинцы Здесь Завоевание Сибирь Как Вы Можете Считать Сибирь Завоеванием Я Это И Говорил Всегда Наш Народ Он Всегда Был Единый Понимаете И То Что У Ермака Был Его Лучший Друг Никита Пан И Еще Там Какой То Это Были Запорожские Казаки Самого Махрового Такого Характера То Да Это Люди Они Шли В Единым Фокум Я им Объясняю Что Вы Извините Но Мои Предки Кровью И Потом Заработали Для того Чтобы Я Здесь Жил И Все Вот И Приходится Людям Объяснять А у Них Очень Много Украинцев Пришло До Советской Власти Суда Работать На Военных Советской Власти Часть Предков Суда В Алтайский Край Переехала Столыпинская Реформа Знаменитая Я читал Про это Украинцы Кстати Принесли В наши Края Вот Эту Культуру Земледелия Прополки Там И так Далее Принесли С собой Украинцы Потому что Здесь Сибири Этого Не знали Огороды Вот Эти Все У нас Потому что Это Было Это У нас То есть На Маленьком Именно Вот Эти Клочки Которые О чем Бузина Всегда И Говорил О Триединстве Наших Народов Что Мы Единый Народ Сергей Мы Единый Народ Мы Очень Близкие Народы Не близкие Мы Единый Народ И В этом Триединстве Каждый Народ Имеет Свою Культуру Свою Происхождение И даже Свою Территорию Но То Что Мы Дополняем Друг Друг Слава Богу Конечно И То Что Кто Из Океана Начинает Подкидывать Пряники И Разжигать Ненависть Я понимаю А с Москвы И с Кремля Ничего Не кидали К сожалению Когда Когда делают Референдум Сначала Вводят Войска Потом Делают Референдум Про Крым Но Если Вы Начинаете Сейчас Опять Про Крым Потому Что Я говорю Очень Удивитесь Если Войдут Войска Определен Мне Лично Все Равно Как Там Произошел Референдум Как Там Что Я Скажу Так То Что Россия Взяла Под контроль Крым Это Для Нас С вами И для Меня И для Вас И для Вашей Семьи И для Моих Родных Это Просто Наше Будущее Потому Что Иначе Крым Оказался В НАТО Базе Понимаете Все Больше Здесь Никакой Причины Быть Не Может Все И Надо Закрыть На Все Это Глаза Уже Ребята Потому Что Вот Идеология Она Просто Сдавала Западу Вот Крым Вот Этот Непотопляемый Авеноносец Стратегический И Никакой Там Защиты Там Была Защита Интересов Населения Но Прежде Всего Это Стратегическое Положение Вот Этой Земли Все Когда Уже Кремль Понял Что Дальше Шутить Нельзя Быстро 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 В течение Двух Недель Знаете Почему Так Быстро Еще Потому Что Там Еще Турция Не Ввязалась За Крым Потому Что Согласно Ски Они Имели Право Ввязаться За Крым Когда Он Болтался Без Кучук Анаджирский Договор Предусматривал Что Если Крым Останется Безнадзорным Турция Имеет Право На него Противить Претензии Поэтому Все Это Более Учитывая Что Крымские Татары Тоже Конечно Это Все Было В одной Струе И Все Но Это Не Знаешь Что Безхозно И Я Не Хочу Даже Говорить О том Как Произошло Что Произошло В моих Глазах Это Произошло Правильно В ваших Глазах Это Произошло Неправильно Я Понимаю Что Это Произошло Колоссально Обидно Для Определенное Количество Населения Украины И Я Сказал Почему Я Сказал В самом Начале Почему Я Просто Психологию Разбирал В своей Голове Читая Различные Научные Работы Я Просто Пытался Понять И Мне Кажется Я Понял Об этом Говорил Кстати Олег Николаевич Гумилев О том Что Вот Этот Народ Своими Саблями Отстоял Свою Независимость Что Он Состоялся Гумилева Я Уважаю Сколько Касси Да И Те Кто Говорит Что Такого Народа Нет Я С Катастрофически Не Согласен Просто Категорически Катастрофически Не То Что Там У Один Дед Был Украинец Ну Был Там Из Венгрии Там С Польши Его Кровь Не Важно Но С Украины Вышел Не Из-за Этого Я Я Сто Процентно Русский Человек Вы Знаете Ну Да Патриот Русский Человек Патриот Но Для Украина Тоже Дорогая Так же Дело В том Что Важным Россию Как Мы Даже Сейчас Выяснили Допустим Начиная С Крыма Когда Своими Костями Запорожские Казаки Предотвращали Вот Эти Набеги Крымского Хана Который Действительно Опустошал Россию Я Помню Все Тогда Плюс Когда Участвовали Мы Действительно В завоевании Сибири Плюс В освоении Сибири Сколько Труда Здесь Костей Он Легло До самого До Тихого Океана Украинские Кости Совместно С русскими Согласитесь Совместно Совместно И это Даже Никто Не Столько Вот В этом Единстве Мы Все Это Совершили Мы Никогда Мы Всегда Считали Друг Друга Братьями И Было Так И Только В этом Единстве Совершенном Единстве Мы Это И Совершили Не Правильно А Мы Никогда Не Говорили Что Русские Нам Какие Говорили Ну Мало Лишь Что С Дураков Не Сеет Не Пашет Они Сами Родятся Я Помню Вашу Мысль О том Что Там Украинские Казаки Крым Крым Воевали Туда Сюда Ну Были Такие Набеги Были Набеги Не Почитайте Сколько Я Почитал Знаешь Сколько Набегов Русских Волжских Казаков На Персию На Тоже Никто Сегодня Ирану Предъявляет Претензии Отдайте Нам Побережье Персии Потом У нас Там Нашей Ваней Стень Горазин Вашу Принцессу Вывес В нашу Волгу Бросил Потому Что Тоже Принадлежало Принадлежало Чтобы Застолбить Принадлежность Ваших Персидских Берегов Нашим Казакам Понимаете Вот это На этом Уровне Российская Империя Воевала Турция Конкретно За Крым Вы же Знаете Там Шли Гроздиозные Войны На Уровне Запорожцы В это время На печи Лежали Запорожцы То присоединялись Туда То Сюда Понимаете Запорожцы Были Уже Во времена Екатерины Как бы Упразднены Ну да Но до Екатерины Ну до Екатерины Там Был На беге Запорожцев И был Поход Миниха И До похода Миниха Еще был Поход Этого Как его Петров Галюшки Голицына Значит Россия Тоже ходила Воинами Не походами Там Набегами А большими Конкретными Воинами Большими Такими Походами Такими Которыми Участвовали Все государства Собирало Там Флот Собирало Войско Понимаете Это тоже Немаловажно Ну и Запорожцы Там Все равно Ну Запорожцы Набеги Совершали Я признаю И довольно Крупный Да Действительно Там Иван Иван Сирко Это Знаменитый Кто еще Могила Могила Да Очень Вот Ну просто Уровень Разный Сергей Согласитесь Россия Вела Кровопролитнейшую Многовековую Борьбу С Турцией Не с Крымом И После того Как Миних Крым Разгромил Ее уже Не волновало Это уже Крымские Татары Понимаете Евгений Пока Россия С Турцией С громадной Сильнейшей Державой Ну я понимаю Пока Россия На крыло Вставала Это стоило Огромными Костями Той же Самой Запорожской Сечи Согласен Там Окраинные Вот эти Вот земли Держали Потому что Я говорю Еще до Нахимова Тот же Самый Синоп Жгли До Нахимова За сто лет До Нахимова Ой Кого За сто лет До Гораз До господи За честь Мы можем Увести Нет Нет Синоп Жгли Казаки А почему А потому что Там был Крупный Невольничий Вот почему Синоп Жгли Не просто так Потому что Не нравился Этот город Вот так Я тоже Как бы Читал Жгли И убивали Тоже Много И нападали И нападали На этих чайках А же говорит Море Не было видно Когда чайки На Константинополь Я вообще Удивляюсь Этим людям Которые на чайках Нападали Против турецкого флота На Черном море Хорошо Может такие Вот открытия Произвели Сегодня Какие-то Украинские Историки Я не знаю Я не видел Нет Это было Может быть Нет Не сегодня Я как бы Ну Может быть Я не спорю Я читал про Атамана Сирко Который пришел Освобождать Невольников Украинских Из Крыма И не только И не только Украинских Помните Православных У крымских татар Был такой Выход Что Через 7 лет Рабства Те люди Которые остаются В Крыму Они могут спокойно Беспрепятственно Покинуть И уйти К себе На родину Вот И многие Из них Даже не уходили Туда Пришел Сирко И говорит Пошли обратно 3000 человек Отказались И он просто Их взял И вырезал Ну Он вообще-то Их сначала Забрал с собой А потом Сказал Кто-то хочет Да Кто-то хочет И все А они Развернулись И пошли В Крым Да Да я кстати Рассказывал Напал Сирко Между прочим Через Сиваш Еще тогда Задолго Долго Понятно Что да Там Через Сиваш Да 3000 Запорожские Казаки Да Ходили Они то договаривались С крымскими татарами А почему Сирко тогда Уничтожил Всех Эти 3000 Ну потому что Не потому что Сирко тогда Сказал Не дай бог А потом Вы пойдете На опять На Русь На Украину Вот потому Он их уничтожил Потому что Потом Их бы все равно Эти 3000 Или дети Их Исломизировали Ну да Конечно То есть они были уже Они почему Вернулись туда Потому что У них там были Семьи У них там были Дома И он сказал Я потом Когда смотрел На это дело Конечно я против Честно скажу Даже сейчас Я против Я считаю Что это не аргумент Все равно Но тогда Были совсем Другие времена Вот И надо на все Эти времена Смотреть объективно Не через призму Наших времен И нашей психологии Хотя бы Понимать Что происходило В головах Тех людей Которые жили В те времена Понимаете Я про это и говорю Что вот эта территория Вот этой Украины Как мы сегодня Ее называем Она была территорией Колоссальных стычек И эти люди Всегда искали Себе И союзников Кто там Кто там Находили Кто там Всеми же Самыми Крымскими Крымскими Татарами Они очень часто Ступали Входить Союз против поляков Против лях Совершенно верно Вот и приходилось Людям метаться Туда-сюда И защищать Свою территорию А выбора Не был Они зажатые Я с этого И начал С самого начала И вот этот Объективный взгляд На эти вещи Он должен быть И вот Один из таких Объективнейших Людей Вот это был Силой Которого сегодня Убили на Украине Ну Я будем сказать Что это Человек Со своим взглядом На данную Проблему Правильно То что Объективный Я не совсем Его поддерживал Но честно скажу Я же говорю Как и все Нормальные люди Я считаю Что это Варварство Убивать таких людей Это варварство Вопрос Никаких Ну тем более Человек Ну честно скажу По большому счету Он безобидный Все равно Безобидный Для Украины Я считаю Несмотря на все Вот допустим Там он Пускай там Ну он имеет Право Высказать Своё мнение Если бы Да даже Пускай Даже по Триполю Правильно Всё Это конечно Не тот Который Я считаю Таких вот людей Которые Библиотеку Сожгли Которые до сих пор Директором Библиотеки Это являются Господин Библиотеки Да Это преступление Вот в чем дело Ну да А Бузина Конечно Чем он Ну ладно Я же говорю Я не был Его поклонником И потому Я считаю Что я Вполне Как бы Нормально Адекватно Оцениваю Этого человека Я знаю Почему Бузина Сел с нами Мы бы с ним Говорили Мы бы нашли Общий язык Я на что и говорю Что это человек Нормальный диалог Это человек Диалог Он призывал Украинцев К адекватности Вот согласитесь Он призывал Ребята Хватит шизеть Давайте взглянем На всё Трезвыми глазами Он так прямо И говорил Если бы он Ещё призывал Ещё и в России Ещё К адекватности Он призывал А вы не видели Он что Был сторонником Что ли Российских действий Нет Никогда он не был Он такими глазами Всегда смотрел Я понимаю почему Потому что я смотрю Сегодня российское телевидение Меня тоже возмущает Что вбивается клин Между нашими народами Никто Нигде Не говорит Таких вещей Как и говорил Бузина Что нам надо Сближение Нам надо Находить точки Нам надо Точки для взаимопонимания Вынуждены на это сделать Нам надо Находить Несмотря ни на что Несмотря никаких Шизофреников Надо Находить точки На взаимопонимание Между людьми Здравомыслящими Вот в чём Заслуга Олеся Бузина Иначе мы Я же ещё тогда Говорил А иначе мы Просто-напросто Друг другу Перегрузём Друг другу Глотки Ну Ни за что Ни за что Не может быть Украины без России И не может быть России Без Украины Согласен Почему Потому что Мы всегда Были Друзьями Мы всегда Были соратниками Мы всегда Друг другу Помогали Защищать Даже в те Тяжёлые времена Когда между нами Кошка пробегала Но она пробегала Между нами Гораздо реже Чем Другими Да Да Вот именно Пробегала Что говорить И в истории Эти были моменты Что говорить Сергей Я думаю Нам надо заканчивать Я не ожидал Что мы Настолько близко Сойдёмся В взглядах Я думал Будет Более широкое Скучие Я рад Что мы Поначали Кошку зрения Я сразу Не катастрофически Его жалко Мне тоже Потому что Все шоки Я сегодня Вот даже С людьми говорил И как говорится Тоже не с большими Его поклонниками Но никто Говорил Он говорит Хоть мы и не были Его поклонниками Хоть во многом Мы были с ним Не согласны Но смерти ему Вот ни одного человека Ни одного человека Ни на Украине Ни здесь Я ни одного человека Не видел Который бы ему Желал смерти Вот это правда Абсолютнейшая правда Вот так получилось Ну а что так получилось Это не получилось С этим надо Как-то бороться Потому что Иначе Иначе будет всем плохо Вот именно Иначе Ничего хорошего Не выйдет Саш Такого всего Потому что Базину Конечно Жалко Ну ладно Потому что Нас жалко Всех Потому что Проецируешь Это В принципе На самоусим На этой ноте Давай заканчивать Потому что Время Да В общем Короче Тем Лучше Будет Спасибо Всем Там